Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 7 июля и сейчас я снова дала дом, начну разговор на эту же тему про удаление нижних листьев, про пасынки коснусь. Вот Алсу Козеева задала вопрос, зачем удалять нижние листья, какая польза? У меня, конечно, сразу вспомнилось слово дежавю, потому что только что я в теплице, буквально месяц назад или полтора, все это подробно-подробно рассказывала. Но дело в том, что мы сейчас перешли в открытый грунт и некоторые люди, у которых нет теплицы, они видео про теплицы не смотрят. Они считают, что это к ним не относится, что, ну как, выбирают для себя видео только про открытый грунт. Поэтому сделаем скидку на то, что они у нас новички, они не знают, что все правила одинаковые для теплицы, для открытого грунта. А она и спрашивает, какая польза вот от этого от удаления нижних листьев. Поэтому сегодня видео будет на тему опять про удаление листьев. Тот, кто знает эту тему уже все подробно, потому что я уже все разжевывала на сто раз, можете не смотреть. Или смотрите, но терпеливо и не говорите потом, зачем вы повторяете, сто раз одно и то же повторяю для новичков. Начинаем. Вот про необходимость обрезать листья было много разговоров. И я уже говорила, что все мы делимся на две группы. Одни обрезают листья. Очень сильно, почти все. И вы видели, наверное, видео на ютубе и вообще в сети, что вот этих вот листьев, когда висят томаты, плоды, у многих уже нет. Но другие, вот другая часть, к которым я принадлежу, они придерживаются того мнения, что все-таки нужно обрезать листья умеренно. Ну, первые объясняют, чем это, что вот напрасно расходуется энергия, все высасывают эти листья. И что, когда листьев нет, хорошее проветривание, освещение, оставляют некоторые всего 2-3 листика. Ну, конечно, для меня это дикое, потому что, мне кажется, лысые помидоры это не очень красивое. Но вот наша группа, вот которой я принадлежу, которой умеренное вот такое удаление листьев, видите, у меня листьев много. Вот пока там цветущие кисти, я ничего не удаляю. Такие красивые, густо-зеленые насаждения, у меня они кажутся такие более естественными. У меня, я за умеренное удаление. Сейчас расскажу, почему. Но я все-таки считаю, что полная обрезка, она не очень полезна растениям. Она нарушает все-таки вот эти процессы питания и ограничивает фотосинтез. Потому что все мы знаем, что питание, оно идет из корней сначала в листья, а потом уже в плоды. И вот чем больше листьев, тем больше переработается вот этой еды, этого питания для томатов. И когда листьев достаточное количество, тогда у томатов все хорошо. Но нижние листья, вот я и все вот, кто удаляет умеренно, нижние листья и нижние пасынки, все-таки я за удаление. Почему? А, ну и сначала скажу еще одно. Вот вы, например, Алсу и другие люди, которые даже не знают, зачем мы удаляем, не знают пользу удаления, вы для себя должны выбрать сами, какой метод, какой способ удаления листьев, пасынкования вам больше подходит. Сделайте или один год, ну как, умеренное удаление листьев, а другой побольше. Или грядку разделите на две части, несколько томатов, сделайте полную, например, обрезку. Ну, короче, я советую вам экспериментировать, не слушать чужие советы. Например, я не говорю, что вот мой метод вот такого удаления умеренного, это самый лучший. Нет, для кого-то, например, лысые томаты, самый лучший метод. Вот когда нет вообще никаких листьев, кому-то это нравится, мне это не нравится. И вы должны только на своем опыте, проэкспериментировав, выбрать свой метод. Ну и вот про удаление листьев. Цель у всех одна у нас, получить большой, богатый урожай. И все вот эти методы удаления, кто-то больше выщипывает листьев, кто-то меньше. Мы все стараемся создать нашим томатам благоприятные условия для набора массы, для созревания. Я вот сейчас прошла, несколько дней не была здесь. Посмотрите, сколько плодов образовалось. Прям буквально кусты все вот в этих плодиках. И это очень радует. Так что большое удаление листьев, наверное, все-таки не нужно. Я вам сейчас расскажу, как я удаляю и какая польза все-таки, зачем мы удаляем часть. Вот про удаление нижних листьев, про которые вы спросили. Именно нижние. Обычно всегда говорят, что у кустов, если вот эти первые плоды, нижняя кисть образовались, то можно уже эти листики все удалить. Вот этот даже уже можно удалить. Я тут давно говорю, не была недельку, наверное. Потому что они уже ничего не питают. Питание приходит с верхних листьев. Но опять же, я за то, чтобы удалять не по многу, а 2-3, ну 4 листа за подход. Чтобы растению не было стресса. Когда мы удаляем сразу много листьев, то у них вот эта вот именно такая стабильная программа циркуляции, питание, она нарушается. И растения могут испытать какой-то стресс. Потом нужно вот до первой кисти обязательно удалить лишние пасынки. Это я так делаю. Вот на тех томатах, например, которые крупноплодные. Но вообще я зачищаю всю вот эту часть до первой кисти. Все зачищаю для циркуляции, опять же, чтобы все это проветривалось. Чтобы земля солнцем прогревалась. Чтобы вот эти фитофторы грибков убивались. Вот это вот основная польза, когда вы спрашиваете, зачем удалять нижние листья. Это основная польза от удаления нижних листьев. Не будет у вас фитофторы. Видите, солнце у меня полностью прогревает вот этот прикорневой стволик, потому что нет листиков. Если бы листики нижние были, тут была бы тень, была бы сырость. И это комфортные условия для возникновения фитофторы. И вот это проветривание, циркуляция, это очень хорошо все сказывается. Вот это основная польза. Поэтому мы удаляем старые листья, удаляем пожелтевшие, удаляем листья, которые соприкасаются с землей. Потому что во время дождя из земли может попасть на листья и дальше-дальше продвинуться то же самое заболевание. Самая важная, первая вот эта польза, это уберегаем от заболевания. Ну и конечно, делается это для того, чтобы куст направил все свои силы на развитие молодых листьев, на формирование плодов, на формирование, завязывание новых плодов, цветочных кистей. Вот то, что мы здесь удалили, вот они бы потребляли все это, сейчас мы удалили и все это пойдет вот сюда. Новая кисть зацветет, завяжется, плод сформируется. Молодые зеленые листики, которые больше принесут пользы, чем вот эти старые, желтые, такие загрубевшие уже, и такие как скрюченные, некрасивые. Короче, мы старых удаляем, даем дорогу молодым. Но это всегда так было. Вот те листья, которые отработали, если у вас уже все здесь завязалось, все прекрасно, вот здесь вот первые кисти налились, до первых кистей можно все убрать. Я надеюсь, я рассказала подробно, какая польза, какая польза именно. Я уже сейчас не говорю о схеме, что сначала при высадке мы уже начинаем удалять эти нижние листья. Удаляем, которые заглубляются, удаляем, которые касаются земли. Это все я уже говорила, сегодня я это видео направила именно в то русло, чтобы человеку ответить, какая же польза от удаления этих листьев, если действительно она есть. Вот я назвала, что польза это такая, что если нижние листья мы удалили, меньше будут болеть. Вот эти старые, желтые, они нам не нужны, они только загораживают нам солнышко. И, конечно, удалив нижние листья, удалив лишние пасынки, мы пускаем все питание на формирование новой, молодым дорогу даем, новые кисти, новые листья, и тогда все будет хорошо. Все, Алсу. Вот, надеюсь, прослушав мой видеоролик, вы все-таки немного листьев нижних удалите. Если сочтете, конечно, это нужным для себя, но я все-таки считаю, что нижние листья нужно удалять. И 99% огородников, опытных, со стажем, думаю, со мной согласятся. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Разговор на тему, зачем удалять нижние листья, и какая от этого польза.